Подписчики спалили новую девушку Егора Шипа. Инстасамка начала брать деньги за фотки с собой. Ольга Бузова хайпит на операции. Карину Крос спалили с вредной привычкой. Всем привет! Это канал ОК Блогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Жми на кнопочку подписаться, ставь лайк и не забудь про колокольчик. И тогда ты точно не пропустишь свежие выпуски. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Вслед за Дрим Тимом к выходу своего мерча готовится Юлия Гаврилина. Ранее она рассказывала, что скоро вещи поступят в магазины, а вчера прошла их фотосессия для сайта. В коллекции будет вот такая футболка с фоткой шпульки, а также кепка и черная толстовка. Юля уже уверена, что они точно зайдут всем и ждет не дождется начала продаж. Ребята, мы отфоткались, вас ждут просто офигеть какие толстовки, футболки, кепки. Уверяю, будут носить все, потому что реально очень круто, мне безумно нравится. Уже жду не дождусь, когда вы это увидите и сможете приобрести. Как лично вам такая одежда? Носили бы или нет? Напишите свое мнение в комментарии, интересно будет почитать. Диана Астер, которая сейчас путешествует с Фогелем и друзьями по курортам Краснодарского края, решилась на экстремальное развлечение. Они приехали на популярную в Сочи вышку для прыжков с канатом, чтобы испытать состояние свободного падения. Девушка сразу же замахнулась на самую большую высоту в 207 метров. Из-за ощущения этого страха ей пришлось отдать 19 тысяч рублей. Многие, вставая на край платформы, не решаются шагнуть в пропасть и уходят. Но Ди, несмотря на сильные переживания, переборола страх и все же смогла прыгнуть. Маруся в процессе того, как начала поднимать свои архивы со старыми роликами, вспомнила начало их отношений с Олегом. Замечать какую-то непонятную привязанность между ними стали не только подписчики, но и участники Дрим Тима. И при любой возможности всегда шиперили ребят. Короче, я захожу, потом ты заходишь. И мы к ним не подкрываем. Нет, к столице заходят. А можно только... Да, конечно. Я ничего не видел в зеркале. Я зашел. Интересный момент с отношениями вспомнил и Олег. В ролике, где Даня копался в телефоне Маруси, он пытался найти какие-то доказательства их пары, например, спрятанную фотку поцелуя. На что девушка ему ответила, что таких нет, ведь друзья не целуются. Но вот прошел уже почти год, все поменялось, и Маруся сама подтвердила, что все-таки иногда целуются. Дина Саева наконец-то выложила ролик без каких-то намеков на суицид, подавленное состояние или депрессию. Девушка появилась в образе, очень напоминающем эльфийскую королеву из какого-то фильма. И на фоне заката выглядит очень красиво. По внешнему виду Дины уже можно сказать, что она чувствует себя гораздо лучше. Надеюсь, что и внутри у нее сейчас уже нет никаких переживаний. А вот Рахим снова заявил о своих чувствах к загадочной девушке. «Я влюбился», подписал он один из последних тиктоков. Из-за всей той поддержки, которую он оказывал Дине, многие подозревают, что Рахим снова к ней что-то чувствует. Их отношения закончились в 2020 году очень мирно. И как сказала потом девушка на интервью Пушки, они взяли паузу из-за остывших чувств. И не исключило, что в будущем может все поменяться. Всплыли странные подробности вокруг истории с операцией Ольги Бузовой. По разным пабликам начали разлетаться сообщения от якобы медсестры центра, где сейчас лежит певица. Она не могла смотреть, как эта ситуация сильно преувеличивается, и поэтому раскрыла реальную причину госпитализации. «Ничего с Бузовой не случилось, была плановая операция. Она реально трагедию разыграла для пиара. Просто я работаю в клинике, где она лежит. Нам всем очень смешно наблюдать за этим театром одного актера». Также в подтверждение было опубликовано фото из карточки Оли, где причиной указан дискомфорт в полости носа. То есть, по словам этой девушки, операция была запланирована давно, а в итоге из нее решили сделать громкую пиар-компанию. Но точно подтверждений этой информации нет, поэтому верить или нет – решать вам. Я уже думал, что инстасамка ничем не сможет всех удивить, но все же еще сможет. Каждый блогер или какая-то известная личность в числе недостатков своей профессии называют излишнее внимание со стороны фанатов. Любой выход на улицу не обходится без встреч со зрителями и их желанием сфотографироваться. Иногда это занимает слишком много времени, и чтобы постоянно не отказывать, Даша решила брать за это деньги. Теперь за фотку со мной можно расплатиться на месте, хожу теперь с терминалом. Если захотите сфоткаться со мной, расплатиться можно сразу картой. Есть даже прайс-лист с различными категориями. Обычное фото 100 тысяч с улыбкой от самки 200, а за дружеское придется выложить полмиллиона рублей. Желающих теперь явно поубавится. Но тут Даша сделала это наверняка тоже чисто для хайпа, так как эту новость быстро разнесли по пабликам. Очередного блогера поймали с вредной привычкой. Мне в директ прислали скрины из обычной истории Карины Кросс, где она просто кушает в ресторане. Но если взглянуть внимательнее, в углу можно заметить пачку сигарет, которая явно принадлежит ей. Да, курить вредно и это в итоге может убить вас, но дело каждого. Известные личности скрывают подобные вещи, так как их смотрит молодая аудитория, которая часто берет с них пример. Да и многие рекламодатели отказываются работать с блогерами, если у них не очень хорошая репутация. А у вас лично меняется как-то отношение просто к человеку, если вы узнаете, что он курит? Напишите в комментарии, интересно будет почитать. Похоже, что что-то начинает наклёвываться в личной жизни Егора Шипа. Вчера вечером он выложил несколько фотографий из кинозала, где держит за руку загадочную девушку. Фанаты пока гадают, кто же это может быть, и одна из версий уже есть. За день до этого меня отметили в ТикТоке под роликом с историей вот этой дамы, которая показывает сначала себя, а потом переводит камеру на рядом лежащего человека. Парень очень похож на Егора и, скорее всего, это он и есть. Мне, к сожалению, даже по её инстаграму не удалось найти что-то интересное, даже банальное имя. Поэтому будем наблюдать за ними дальше. Юля Гаврилина и Даня Милохин, которые уже миллион раз палились, что они пара и уже давно встречаются, продолжают играть с подписчиками в любимую игру. Сначала выложу, а через некоторое время удалю. Так вчера шпулька буквально на несколько секунд выложила фото Дани, когда он приехал к ней в гости, а после, конечно же, убрала его. Как думаете, для чего они сейчас так делают, если всем и так всё понятно? Пишите свои мысли в комментарии. Катя Адушкина наконец-то выпустила долгожданное видео на YouTube со своим парнем Сёмой. Ребята отвечали на разные каверзные вопросы, а за отказ получали пощёчину с необычными предметами. Всех зрителей наверняка удивил ответ Кати про её первый поцелуй. Он был в 11 лет в лагере Тодоса в Болгарии, и по невероятному совпадению её парнем тогда стал Сёма. Во сколько лет я впервые поцеловалась и с кем это было? Откуда я знаю? Та-дам! У тебя был кто-то до меня. Поцеловалась ты первый раз лет в 11. Ааа, да? В 11? Со мной? Спасибо всем, кто продолжает отмечать меня под роликами и интересными комментами в ТикТоке. Это сильно помогает искать материал для выпусков. Благодаря вам новости сейчас выходят каждый день. Тут вот есть ещё парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом всё. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok